Я вам могу объяснить, что такое число Рамсея не от двух аргументов, а от трёх. Например, что такое число Рамсея от 3, 3, 3. Удивительным образом его даже легко посчитать. То есть, когда есть синий, красный, зелёный цвет. Это просто, когда есть зрители. Давайте напишем, что это означает. Если есть 17 учёных, каждые двое из которых говорят на одну из трёх тем. Например, какие-то двое всё время говорят о завтраке, какие-то двое всё время говорят об обеде, а какие-то двое всё время говорят о муж. В таком случае можно найти троих, которые либо все трое говорят друг с другом о завтраке, либо все трое об обеде, либо все трое об муж. То есть, если имеется полный граф на 17 вершинах, рёбра которого раскрашены в три цвета, то в таком случае там найдётся одноцветный треугольник. Давайте я сейчас попытаюсь доказывать это следующим способом. У меня ничего не получится, но тем не менее я попытаюсь. Господа, смотрите. А давайте сделаем так. Давайте временно два цвета. Вот скажем, у меня есть красный, синий, зелёный. Давайте я синий и зелёный временно объединю и назову его... Синий и зелёный, это что? Глубые. А? Байкер. Ну, пусть так. Можно я вам назвал не красный? Замечательно. Есть цвет красный, а есть цвет не красный. И говорю, что мне достаточно найти шесть точек, которые между собой связаны и красным цветом. Потому что когда у меня есть граф на шести вершинах, то совершенно понятно или непонятно. То есть вы хотите, чтобы К... Я хочу сказать, что я беру граф в большем количестве вершин. И сначала слежу только за двумя цветами. Либо красный, либо некрасный. Так, некрасного, для того, чтобы из него потом найти и синий треугольник, и зелёный треугольник, мне нужно, чтобы было шесть вершин. Вот. Мне нужно число Рамсея от трёх и шести. Так, три и шесть это восемнадцать. Всё. Господа, если я возьму не семнадцать, а восемнадцать, если я возьму граф, мы восемнадцать вершин. То из-за того, что это число Рамсея от шести и трёх найдётся либо красный треугольник, и задача уже полностью решена, либо шестиугольник некрасный. Но когда у меня есть шесть точек, которые следны между собой только синими и зелёными, то из-за того, что число Рамсея или три, это шесть, там найдётся или синий треугольник, или красный. Иди их поняли? Ну, правда, это я сейчас доказал не существует для семнадцати, а то, что это не больше, чем семнадцати. Повторяю. На самом деле, это семнадцати. Господа, то, что это семнадцать, проще делать не так, как я сейчас рассказываю, а просто вот наивным образом. Берём то же. Говорим, что из-за трёх входит семнадцать минус один слой. Шестнадцать. Шестнадцать отрезков. Шестнадцать отрезков трёх цветов. Красный, синий, зелёный. Значит, обязательно какого-то цвета выйдет сколько? Шестнадцать разделить на три. Больше пяти, значит? Шесть. Ну, я их нарисовал белыми. Ну, давайте, например, у меня будет шесть... Синёх. Шесть синих, да, давайте. Я уже взял синие. Шесть синих. Тогда говорим простую вещь. Что если здесь хоть один отрезок синий есть, то уже возникает синий треугольник. Значит, чтобы не было синего треугольника, на вот этом графе все рёбра должны быть какими-то красными или зелёными. Но это шесть вершин. Значит, там либо найдётся красный треугольник, либо найдётся зелёный треугольник. Мы с вами только что объяснили, что если из некоторой точки выходит шестнадцать отрезков трёх цветов, то обязательно какие-то шесть будут одного цвета, а значит, из-за того, что число рамсей от трёх трёх равно шести, там найдётся или красный треугольник, или зелёный треугольник. Всё, значит, перешло. Для того, чтобы доказать, что это ровно семнадцать, на самом деле нужно, конечно, нужно, конечно, сделать следующее. Нужен пример картинки на шестнадцати вершинах, где три цвета, и при этом нет ни одного одноцветного треугольника. Такая картинка существует. Для этого она не просто существует, в том смысле, что её на компьютере нашли, а она красивая. То есть можно эту картинку получить, действуя идейным образом. Давайте я покажу примерно, как это делается. Господа, смотрите, если у вас из некоторой точки выходит не шестнадцать, а пятнадцать отрезков, то для того, чтобы среди них не было шести одного цвета, надо, чтобы каждого цвета было ровно сколько? Пять. Ровно пять. Значит, вы рисуете точку и говорите, что у нас есть пять точек, с которыми она соединена синими отрезками. Замечательно. У нас есть пять точек, с которыми она соединена чем? С которыми она соединена красными отрезками. Вы сейчас увидите, как всё замечательно. Могу с удалочкой. Заметьте, это не предположение, это просто иначе быть не может. И у нас есть еще пять точек, с которыми она соединена как? В зелёном. Зелёном. Совершенно верно. То есть, смотрите, на самом деле, вы уже много отрезка понимаете. Будет не только в одной точке. Ровно такая же структура должна быть во всех точках без исключения. Согласны? Согласны. Отлично. Теперь давайте посмотрим дальше. Вот эти точки между собой могут быть соединены только зелёными и красными. Так? Но секунду, если вы подумаете немножко, вы поймёте, что когда у вас пять точек, то там никакой особой длиннитель изобретательности делать не надо было. А именно. Там обязательно картинка по сути такая. Дальше смотрите. Дальше здесь у нас получается зелёный вот этот вот квадратик. и здесь внутри у него синие диагонали. И дальше здесь у нас красный уже был, зелёный был. Здесь получается синяя вот эта штука и внутри красный. Ребята, с точностью до симметрии картинка выглядит вот что называется так и только так. Замечательно. Но, внимание, теперь надо понять, что она в любой своей точке выглядит именно таким образом. И теперь надо посмотреть, сколько отрезков и куда должно выходить из каждой из этих точек. Ну, например, например, смотрите, вот у меня есть эта точка. В принципе, всего из неё выходит 15 отрезков. Привет! Мы знаем, что из них 5 синих, 5 красных и 5 зелёных. Но один красный, два зелёных и два синих уже есть. Поэтому на самом деле три осталось, красных отрезков осталось четыре и зелёных осталось три. Замечательно. А вот теперь вы должны произнести фразу понимание, ребята. Вы должны произнести фразу которая звучит следующим замечательным образом. Давайте пронумеруем вот эти точки. Синяя 1, синяя 2, синяя 3, синяя 4, синяя 5. Вот эти точки пронумеруем. Красный 1, красный 2, понимаете, почему красный, да? Красный 3, красный 4, красный 5. И вот эти точки надо пронумеровать зеленое 1, зеленое 2, зеленое 3, зеленое 4 и зеленое 5. И фраза должна звучать следующим образом. Учитывая, что при движении вот таком, синий цвет переходит в красный, красный в зеленый и зеленый в синий. Синяя точка с номером X соединена с красной точкой номер Y цветом зеленого. А вот не зеленого, вот каким-то интересным. Потому что если зеленым, то у вас будет слишком много зеленого цвета. Вы должны произнести эту фразу. Причем так ее произнести, чтобы не было ни одного треугольника одного цвета. Интересно, сможем мы это сделать? Вот смотрите, скажем, когда у вас есть две точки с одним и тем же номером. Алексей Алексеевич, да? А посмотрите, пусть зеленый это первый цвет, синий второй и раз в третий. если сумма номеров по модулю три, это некоторое число. Покрасим в этот цвет. То есть хочешь складывать что? Номера. Х и игрек, проблема в том, что х и у скорее по модулю пять. Понимаешь? Х и у скорее по модулю пять. Да. Понимаете, х и у это разные числа. Как вы думаете, в таком случае можно красить, например, это в зеленый цвет. Вы просто договорились, что если х не равно у, то тогда это все будет краситься в зеленый цвет. Вот у меня здесь синего уже вышло два, тогда проблема в том, что здесь у меня будет тогда еще четыре добавится зеленых, и два плюс четыре это будет уже слишком много. Нельзя красить зеленый цвет. Хорошо. А какого цвета здесь мало? Синий. Мало синим. Значит, казалось бы, синий, красный можно массово красить в синий цвет. Бывает должен быть? В общем, господа, это очень хорошая задача. Очень хорошая. Это задача на математическую фантазию. Это задача на то, чтобы вы придумали правильную фразу. Придумали правильную фразу. Еще другое решение у нее есть, не менее симпатичное, это понять, что число шестнадцать, оно на самом деле довольно интересное. Это два в четвертой степени. Так, услышали? Услышали? Так вот, я считаю, что у вас достаточно внутри кого-то. Значит, клянусь, что действительно число Рамсея от трех 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 это семнадцать, и мы с вами это разберем.